Приветствую вас, дорогие друзья! Очень часто задаваемый вопрос в комментариях, какие упражнения для развития мозга? Наверное, речь идет о физических упражнениях. Здесь можно просто ответить по поводу физических упражнений, что любые физические упражнения, если они в разумном пределе, особенно ходьба, которые улучшают сильно кровоток в теле, они полезны для развития мозга, потому что они улучшают кровоток мозга. Это как бы очевидный момент. Но есть еще одна фишка. Есть такая штука, называется мозжечок. Можжечок управляет всеми движениями нашего тела, в том числе и речевыми движениями. Поэтому кроме сосудистого эффекта физические упражнения, кроме сосудистого эффекта, они еще очень мощный сенсорный эффект дают именно на мозжечок. Он начинает активно работать, когда особенно вы занимаетесь на тренажерах, там какую-то сложную программу выполняете, тренажерную, то мозжечок очень сильно включается в работу. И это естественно, поскольку мозжечок это такая, скажем так, фабрика переработки данных, она собирает все данные и потом посылает их в кору головного мозга. Активно начинает и в кору посылать, то есть стимулирует так называемый нейрогенез, который идет у человека всю жизнь. Но мозжечок еще очень эффективно стимулировать и без физических упражнений. Самое мое любимое упражнение — это два упражнения, кстати, одно из которых недавно в новостях я услышал наконец-то эту новость, сейчас про которую расскажу, что полезно. Первое самое такое простое упражнение — это чтение. Ну то есть если вы хотите развивать мозг, нужно читать. Читать час-два в день и и нарабатывать скорость чтения, да, то есть чтобы вы читали быстро и понимали текст при этом. То есть не просто читать, а стараться читать быстрее и при этом улавливать суть. Читать быстрее, улавливать суть. Таким образом вы не только будете развивать мозг. Почему? Потому что когда человек читает, вся информация сначала собирается от глаз, внутреннее проговаривание собирается в мозжечке и, соответственно, после этого поступает в кору мозга. Вот это один вариант чтения. Есть чтение, когда человеку нужно, допустим, ну вот человек пожилой уже идут моменты такие, когда мозг начинает хуже работать в связи с возрастом. Хотя это не с возрастом, а с кровотоком связано. И тогда я рекомендую, вот если сильно уже человек пострадал с точки зрения мозговых функций, я имею ввиду когнитивных, умственных функций, именно чтение, но чтение вслух, чтобы работала активная артикуляция. Потому что мозжечок, он тоже управляет движениями речевого аппарата. Таким образом это будет еще более эффективно на первой фазе. Потом, когда он тренируется, человек можно переходить уже на чтение без звука, то есть без проговаривания. Ну и то, что услышал в новостях, и то, что меня порадовало, действительно так оно и есть. Всем людям старше 60 лет для того, чтобы сохранять мозговую функцию, рекомендовано, и это уже подтверждено научными исследованиями. Они, правда, до этого подтверждали при дегенеративных заболеваниях мозга, там болезнь Альцгеймера, вот такие вещи. Ну и вообще, в принципе, всем людям я рекомендую, что изучение иностранного языка. Вот это очень полезная вещь, особенно в пожилом возрасте. Вот говорят, я там уже старый, мне там что там учить, там уже ничего не выучу и так далее. Да это вы не для того, чтобы говорить на этом языке, учите. Вот нравится вам французский, как звучит там или испанский, или английский, или китайский, или японский. Вот изучайте, пусть у вас будет такое хобби. Ну и конечно, если вы будете делать гимнастику для шеи, чтобы кровоток-то мозга был хороший, то и вот эти все упражнения, про которые я рассказал, они у вас будут намного лучше и эффективнее получаться. Вот такой вот мне видится жизнь человека после 60 лет. Активность физическая, гимнастика для шеи, чтение побольше в день, можно вслух, и изучение какого-нибудь иностранного языка, который больше всего нравится. Будьте здоровы, с вами был доктор Шишонин, пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку подписаться под этим видео. После того, как вы нажали подписаться, вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и сохранить. Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы!